Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сидрот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сидрот, и добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Я так люблю дышать свежим, насыщенным воздухом небес. В 40-х, 50-х годах мужчины и женщины пережили прикосновения Святого Духа. По всем штатам открылись палаточные служения, и происходили великие чудеса. Но эти люди сделали одну ошибку. Они не научили других делать такие же чудеса, возведя себя как бы на пьедестал. Смотрите, если бы они кого-то обучили тому, что делали сами, то любой мог бы, потому что это Господь творит чудеса. Мой гость, еще будучи подростком, имел наставником одного из великих служителей исцеления 40-х годов, 50-х годов. И могу вам сказать, что он хочет научить вас делать те же самые чудеса, которые могли делать эти великие служители. Представьте, вы идете в ресторан, видите там прихрамывающую официантку и предлагаете ей, а можно ли за вас помолиться? И видя, как ее нога выпрямляется, все посетители начинают слушать вас охотнее, чем биржевого брокера. А вы запрыгиваете на стол, ну, вы, может, и нет, и, стоя там на столе, проповедуете Евангелие. Хотели бы вы иметь такую возможность проповедовать? Тогда она у вас скоро появится, я обещаю. Мой гость родился в семье, не знавшей Бога, но пережил встречу с ним в юном возрасте. В 17 лет Бог явился к нему ночью и призвал проповедовать Евангелие по всему миру. И он подошел к своему неверующему отцу и сказал, «Папа, у меня к тебе хорошая новость». Заметьте, его отец не был верующим, и он будто окатил вас ушатом холодной воды. Дон, сказав в ответ, «Ты не можешь проповедовать Евангелие, ты же заика». Но Дон знал, что Бог ему это сказал и его к этому призвал. И он стоял на слове, а Бог избавил его от этого заикания. Так свершилось, вероятнее всего, его первое чудо. А как насчет его родителей? Ваша мама ведь была инвалидом. Что с ней было? Она была в ужасном состоянии здоровья, все ее тело было сковано, и хирурги были безуспешны. Она была отправлена домой в состоянии полуинвалидности, при котором она не могла свободно передвигаться и страдала от постоянных болей. И однажды Дон убеждает свою мать получить исцеление после того, как она услышала об одном служителе, у которого происходили великие чудеса исцеления, об Уильяме Фримане. Кстати, однажды Фримена посетил ангела. Расскажите. Он был пастыром церкви, у него была великая жажда по Богу. Он работал на железной дороге тормозным кондуктором, но решил стать пастыром на полное время, и он дал обетование Богу. Господь, работая на железной дороге по 8 часов в день, я посвящал свое время этому. Но теперь, когда я там больше не работаю, хочу посвятить эти 8 часов молитве. Я знаю лишь немногих, кто делал такое посвящение перед Богом. Неизвестно, как долго он этого придерживался, но это стало очень важной частью его жизни. Однажды вечером, готовясь к проповеди, он просто лежал на полу в ожидании Бога, и внезапно все осветилось сиянием. Свет ворвался в полумрак комнаты. Он огляделся и увидел стоящего перед ним человека. И он сказал, «Я ангел Господень, посланный для того, чтобы передать тебе дар исцеления. Ты пойдешь, будешь касаться людей, и они будут исцеляться». Если сможешь заставить их просто поверить, то ничто не устоит перед тобой, даже рак. На эту страну идет великое избавление от страданий. Будет пробуждение, потому что очень скоро придет наш Господь Иисус Христос. Итак, ваша мать приходит на это служение. И что с ней произошло? Когда она увидела, что Господь там делал, и услышала о людях, об их исцелении, она, конечно же, приняла Христа. Это было первое великое чудо. А потом она встала в очередь для молитвы, и мы ждали, пока он не подошел и не возложил на нее руки. «Во имя Иисуса я запрещаю духам немощи, имеющим власть над вашей жизнью». Моя мать мгновенно исцелилась. Это было вызывающее великий восторг чудо. Когда она сошла со сцены, я, 18-летний парень, помчался по проходу, чтобы встретить ее и обнять. Слезы катились по ее щекам, и она сказала, «Дон, я исцелена, моя боль ушла». И эти слова повлияли не только на моего отца-алкоголика, но и на всю мою семью. Они увидели, что Иисус реален, Он существует, и что Он живой. И все члены моей семьи, один за другим, стали рожденными свыше верующими. Так они и изменились. Знаете что? У нас, евреев, есть слово «мешпаха», то есть «семья». Я верю, что неспроста Бог повелел обмазать косяки дверей крови пасхального агнца, и, как сказано в книге «Исход», по агнцу на семейство. Фриман был наставником Дона. Они вместе путешествовали. «И однажды Дон сказал». Интересно, если бы я увидел Бога, или если, например, ангел пришел бы ко мне, я бы не смог иметь все эти великие чудеса. Мы узнаем, что с ним произошло. Дальше. Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божьей любовью. Одно новое человечество открывает доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорит Писание. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Заходите на наш веб-сайт уже сегодня, и вы узнаете, как один новый человек может быть ключом для излияния благословения. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение, и имеется возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Итак, мой друг подростком путешествует с Уильямом Фриманом, видит чудеса, видит, что даже рак не может устоять перед этим человеком, и говорит себе, «Я хочу делать то же самое. Для начала буду искать Бога». Вы часами занимались поисками Бога. И что произошло? Я и на коленях стоял, и часами молился, но ничего заметного не происходило. Тогда я поднялся, присел на порог сцены, открыл Библию на послании к филипийцам, второй главе, где написано, что Бог превознес Иисуса и дал Ему имя выше всякого имени на небесах, земле и преисподней. Я получил это потрясающее откровение о силе имени Иисуса и Его превосходстве над всеми другими вещами на земле, небесах и под землей. Я просто возжаждал тогда познакомиться с Ним, с тем, о ком были все эти характеристики, о ком говорилось в Писании. Бог начал показывать, что Ему вовсе не нужны посещения ангелов. Ему нужно просто поверить Слову Божьему. И он начал верить. Вы молились за 9-летнего мальчика, у которого была опухоль мозга. И что было дальше? Расскажите. Да, дело было в городе Джоплин, штат Миссури. Мне позвонила бабушка Дэвис и сказала, «Я знаю, что ты был вместе с братом Фрименом, поэтому я верю, что ты можешь приехать и помолиться за моего внука». Он приезжает ко мне на этой неделе, и вся наша семья соберется вместе. Мы хотим, чтобы ты пришел и помолился за мальчика. У него уже пропала всякая надежда на жизнь. И я почувствовал, как будто огонь в животе. Я пошел туда послужить этому мальчику, используя Божью власть, которую я получил через то откровение. Я возложил на него руки, проклял эту опухоль во имя Иисуса и приказал ей рассосаться. Какого-то мгновенного видимого эффекта я не увидел, но когда родители привезли своего сына в клинику Барнса в Сент-Луисе на очередное обследование, то оказалось, что опухоль полностью исчезла. И это проверенное временем свидетельство, так как мальчик уже успел вырасти и стать отцом. Результат молитвы был просто чудесным. Это было в самом начале моего служения. Вот так Бог начал двигаться в то время. Расскажите нам об одном мужчине. В общем, он молился за мужчину, у которого была удалена коленная чашечка. Вот расскажите об этом. Да, в очередь за молитвой подошел ковыляя человек, и я спросил его, «Чего вы хотите?» Он сказал, «Помолитесь за меня». Я спросил, «А как вас зовут?» Он ответил, «Лаки Мэтс». Я говорю, «Лаки, не такой уж ты счастливчик по жизни, не так ли?» И он рассказал, что 22 года назад в результате несчастного случая ему удалили коленную чашечку. То есть 22 года он жил без коленной чашечки. Тогда я спросил, «Во-первых, я хочу спросить, рождены ли вы свыше?» Он ответил, «Нет». Я сказал ему, «Я бы хотел вам помочь принять Иисуса Христа». Без коленной чашечки можно попасть на небеса, но без взаимоотношений со Христом нет. Он согласился. Я повел его в молитве покаяния, и он верой принял Иисуса. Затем я сказал, «Тот же Господь, который спас вашу душу, может быть вашим целителем». Потом я возложил руки на место, где должна быть чашечка, и провозгласил, как я называю, чудо созидания во имя Иисуса. Чудесное имя Иисуса. И когда он приподнял штанину брюк, то увидел коленную чашечку, совершенно новую, здоровую коленную чашечку. И это нормально, слышите, так и должно быть. Дон, вы верите в то, что каждый понимающий Слово Божие в контексте исцеления может делать те же самые вещи, что и вы. Это так? Думаю, что любой, имеющий уверенность в силе имени Иисуса, точно так же, как делали Петр и Иоанн у ворот храма. Писание говорит, «Ради веры во имя Его, и имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Если любой человек будет применять шесть определенных мест из Иоанна, где Иисус дал нам власть говорить от Его имени, и слава Господу, что само по себе Его имя — это великий целитель и инструмент Божий, предназначенный для служения чудес. И Он сказал, что у веровавших будут сопровождать сие знамения. То есть не просто апостолов, проповедников или евангелистов, но уверовавших именем Моим возложат руки на больных, и они будут здоровы. Я много раз видел, как это работает. Из года в год, снова и снова, тысячу раз все эти годы. И каждый верующий, пользующийся этой властью, когда ученики собрались вместе, они молились так. «Господи, дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на соделание знамений и чудес исцелений именем Святого Сына Твоего Иисуса». Я молился этой потрясающей молитвой с тех пор, как получил это откровение. И каков результат? В Библии написано, «И по молитве их исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Я верю в то, что каждый, кто просит у Господа дерзновения и смелости произносить имя Иисуса со властью, получит это, потому что власть от Его имени, вот именно оно и приносит чудеса и исцеления. Что заставило вас понять эту истину? Это что-то вспыхнуло внутри вас, и вы поверили в Него сильнее, чем во что бы то ни было другое. Что дало толчок к этому убеждению? Просто Дух Святой совершал свою работу. Он великий учитель церкви. Я принял эту истину, и даже сейчас она горит в моем духе. Я 24 раза был в Индии, включая другие 56 стран, в которые Бог послал меня служить. И каждый раз, в каждой стране, результат был одним и тем же. Я всегда наполняю свое сердце Словом Божиим во имя Иисуса. Когда приезжаешь и начинаешь служить большой массе народа, так, в Индии обычно собираются десятки тысяч людей, при таком количестве народу невозможно возлагать руки на всех. Я просто провозглашаю власть имени Иисуса. Не просто, а с уверенностью, Его имя превыше всех имен. Власть имени Иисуса не только для того, чтобы просто молиться за других, но и для того, чтобы самим быть в полноте Божией. И Господь сказал мне о двух вещах. Первое. После паузы я попрошу Дона Госсетте помолиться за вас молитвой веры. Такой молитвы веры, как у Него, вы еще никогда не слышали. Вы получите исцеление. Еще Бог сказал мне, что на тех из вас, кто испытывает сейчас боль в костях, артрит любого вида, костную боль, прямо сейчас и зальется исцеляющая река Иисуса Христа. Это сверхъестественно. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение, имеется возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. У меня в гостях Дон Госсетт. Расскажите случай, когда вы со своей дочерью ехали проповедовать, были в самолете, и вдруг у дочери началось кровотечение из всех отверстий тела, «Расскажите, что тогда произошло?» Мы с дочерью Джуди участвовали в крусейдах, проходивших в Африке, в Найробе. Наша поездка подходила к концу, и мы уже летели домой. Рейс был до Лондона. В самолете Джуди увидела свободное место на задних рядах, где она могла бы прилечь. В середине пути я пошел к ней пообщаться, и она сказала, «Папа, меня постоянно рвет». Я говорю, «Сейчас это пройдет». Я привычно положил руки ей на лоб и произнес молитву отца. У меня не было с собой Елея. Я подумал, что все скоро пройдет, но за полтора часа до приземления в Лондоне бортпроводник подошел ко мне и сообщил, «Господин Госсет, ваша дочь очень плохо себя чувствует. У нее кровотечение буквально изо всех отверстий. Мы уже позвонили в аэропорт Хитроу, чтобы к самолету подали кресло и отправили ее в местную больницу скорой помощи». Вот что произошло. Спустя примерно час вышел доктор и сообщил, «Дело намного серьезнее, чем легкое недомогание. Мы точно не можем сказать, что с ней, но думаем, что есть угроза жизни. Мы отправляем ее в специальную клинику здесь, в Лондоне, которая специализируется на тропических инфекционных заболеваниях. Приехала машина скорой, и мне разрешили сопровождать мою дочь. Когда мы прибыли туда, нас встретила целая группа врачей и персонала, и ее отвезли в отдельную палату. Через большой промежуток времени мне сообщили, что она находится в таком критическом состоянии, что неизвестно, протянет ли она эту ночь. Мне сказали, «В данный момент мы не знаем, чем ее лечить, но вам придется сейчас уйти». Мы сообщим вам, когда она придет в себя. У вас буквально 20 минут, чтобы с ней попрощаться. Я вошел к ней, чтобы сказать ей кое-что из 26 алфавитных мест Писания об исцелении. Я сказал, «Джуди, у нас нет времени на ходатайственную молитву сейчас. Я буду провозглашать это слово «исцеление», а ты, пожалуйста, принимай все эти слова верой». Я начал с буквы «С». Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз этих во имя Иисуса? Я сказал ей, «Джуди, это слово для тебя. Та женщина — это ты. Ты дочь Авраамова. Тебе надлежит быть свободной». И во имя Иисуса это слово проникло внутрь ее тела. Затем я уехал в гостиницу. На следующее утро я названивал в больницу справиться о ее здоровье, но мне не дали никакой информации. В конце концов, они сказали, «Не звоните нам больше, мы сами вам позвоним». Главврач, доктор Кларк, позвонил и сказал, «Вы знаете, это удивительно. Как будто два разных человека. Вчера она была в таком тяжелом состоянии, что мы не знали, чем ее лечить, поэтому не давали лекарств. Мы просто боролись за ее жизнь. Но сегодня утром картина совершенно другая. Все вчерашние симптомы просто исчезли. Ваша дочь совершенно здорова». Бог отличается от человека, и в этом хорошая новость. Дон получил откровение о прославлении. Когда ты прославляешь Бога и молишься Писанием и молитвой веры, то все становится возможным. Не только в сфере исцеления, но и в остальных сферах жизни. Я хочу, чтобы сейчас вы, две минуты, не более, прославили Бога, и все остальные тоже. Телезрители у экранов и зрители в студии тоже прославьте Бога, а после помолитесь сразу же молитвой веры. В 99-м псалме говорится, «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою». Хвала, прославление — это предтеча Божьего вмешательства. Я хочу, чтобы все зрители в этой студии сказали вместе со мной такие слова. «Слава Господу! Аминь!» И повторим это 10 раз. Для удобства счета указательным пальцем правой руки будем загибать пальцы на левой. Если готовы, давайте «Слава Господу! Аминь!» «Слава Господу! Аминь!» «Слава Господу! Аминь!» Воздайте Ему всю славу. Прославьте Его. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я молюсь за каждого в этой студии, а также за тех, кто смотрит сейчас эту программу по всему миру. Ты видишь всех, кто болен, кто страдает и кто в угнетении. И сейчас, Господь, с Твоей властью, во имя Иисуса, я приказываю всякой бесовской болезни уйти, раку, диабету, заболеваниям сердца, гипертонии, слепоте, глухоте, артриту, всякой немощи. Во имя Иисуса я разрушаю Твою власть. Сила всякой болезни и немощи сломлены. Принимайте это прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. А теперь погодите, ведь может случиться самое великое из чудес. Если вы сейчас вслух провозгласите Иисуса своим Господом и поверите сердцем, что Он воскрес из мертвых, и попросите простить все ваши грехи, то Он омоет их, и Бог Творец Вселенной, Иисус, Сын Божий и Дух Святой, будут жить внутри вас. Скажите это вслух. Вы в студии, вы у себя дома. Иисус, мой Господь, Иисус мой Господь. Он умер за мои грехи, Он умер за мои грехи. Я прошу Его поселиться в моем сердце, поселись в моем сердце. И стать Господином моей жизни, стань Господином. Слава Господу, слава Господу. Аминь. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Сейчас я научу вас, как рассказывать евреям о Мессии. И объясню вам, что если вы так сделаете, то откроются двери к благословению всей вашей семьи. И многие придут к познанию Мессии. Когда вы узнаете, как рассказывать евреям о Мессии, впервые в жизни вы сможете узнать, как рассказывать о Мессии и остальным людям. Субтитры создавал DimaTorzok Мессии и остальным людям. Аминь. Аминь. Мессия и остальным людям.